По смысловому значению, на светофраде зачислются строчки священно-специальный мусульман из Корана, поэтому все розы женщины не ездят. А почему телевизор включен? Ну а почему он трудоемкий? Потому что из палантин я вас научу делать розы. Вот в данном смысле все розы будем формировать звук, потому что цветы будут располагаться звуком. Ширину палантина я убрала, потому что если поставить широким, то невозможно было бы завязать в узел. Руку, пожалуйста, все. Завязываем только на этом пути. Что касается плотных палантинов, всегда завязывайте только на один узел, значит полку его торчать. А что касается шелконов и шелконов, там, естественно, на два узла, иначе он не будет держаться. Сейчас вы берете, ну, это зависит, на самом деле, от вашего желания. Как красный, пуски покой, сочетающий цвет. Вот здесь, как раз, можно вот так вот сделать. Такой листечкой. Красивый. 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 И так же ставим сюда. Ух, он расщается. У нас получилось четыре кости. Есть трех. Мы будем делать сверху. Как делать сверху? Так, вы берете края планкина или плотан. Вот таким образом загибаете. А затем начинаете непосредственно формировать сам цветок. Всегда крутитесь, чтобы сделать розочку вокруг одной оси. Если вы в длину не прутите, у вас тогда длина дубка, палочка получится. Вот так не получится. Затем помогаете себе свободным условием. И даете свободную форму цветку. Если постоянно ткнуть и закрутить, вот этот цвет получится. Это будет некрасиво. А вы должны стремиться к воздушному цвету. Вот сейчас вы поймете. Вот видите. И соответственно таким образом получается воздушная красивая роза. Давай. Роза мы сделали просто так, она держаться не видно. Поэтому каждое свое движение нельзя прикрепить, закреплять с помощью таких пенболок. На вас, кстати, я использую специально большие звуки. А вот гусы-плодчики, вот женщины, девочки, они с помощью пенболки идут. И она, кажется, что все складочки так красиво лежат, сами по себе, на самом деле не меняла. В каждой складочке они закрепляются в лучшем пенболочке. Когда он будет стремиться, все движения должны быть параллельно. Особенно, когда будет крепить основной тканью плача. Соответственно, если терпидемия, то открепит кожа голова. Это очень здорово. Я делаю такие движения, как будто в у меня руках не было ни ловкости. И приплезем к носам и только и голова. А может, когда беру еще одну? И приплезем!